Всем привет! Хочу сегодня показать видеообзор китайского лака в цвете гранат. Итак, сначала я снимаю фрезой. Кто-то снимает ремоверами, размачивает в жидкостях для снятия лака и так далее. Я же гель-лак снимаю фрезой. Это быстро, удобный способ. Снимаю, естественно, сразу все ногти на левой, на правой руке. Очень быстро, очень удобно. Я снимаю очень аккуратно, только верхний слой, так что там остается подложка. То есть я не порчу свою ногтевую пластину. Если есть необходимость, можно подровнять пилочкой, можно убирать длину. То есть дело привычки, можно наловчиться. Вот, щеточкой я смахиваю лишний пыль. Смотрю неровности, если опять-таки что-то нужно подправить. Беру в руку обычную пилку и, соответственно, довожу до идеала все, что вижу необходимым. Далее мы берем наши жидкости. Это чтобы снять... Как же она там называется? Забыла? Ладно, пишите в комментариях. Поправьте меня. Обезжиривающее, в общем, ну, чтобы снять лишний жир и так далее. Так, собственно, ну вот он у меня слегка даже с таким слипким слоем. Имеет, конечно, неприятный запах. Очень быстро испаряется, высыхает. Вот. Ну, считается, что материал ложится на обезжиренные ногти гораздо лучше, крепче. Так что вот используем такую жидкость. Она бывает абсолютно разных фирм. Разные названия. Итак, собственно, переходим к покупке из Китая. Это была база, топ и, соответственно, гранатовый гель-лак «Кошка». Сначала мы наносим базу тонким слоем. Вот такая вот она слегка тягучая. Не могу сказать, что она прям супер густая или супер жидкая. Такая достаточно нормальная консистенция, средний. Это, значит, у нас гранатовый гель-лак «Кошка», который необходимо будет использовать вместе с магнитиком, дабы придать красивую линию металлическую такую. Далее мы будем все покрывать вот таким вот топом. Он глянцевый, я заказывала, конечно, еще и матовый, но на «Кошке» лучше все-таки глянцевый. Вот такая вот у меня лампа. У нее есть режимы 45 секунд, 120 секунд. Зажигается сразу, когда подносится туда рука. И далее выбирается режим 45 или 120 секунд. Соответственно, мы накрасили. Сейчас мы накрасили базой. Дабы сделать более крепкую структуру ногтя, я могу, ну, или чаще всего так и делаю, крашу в два слоя. Есть возможность, девочки, кстати, кто не знал, ведь можно наращивать ногти не просто гелем, а вот точно такой же базой гель-лака. Вот, я, кстати, вот ей могу наращивать, могу укреплять. Я приловчилась, это очень удобно. Далее беру гранатовый гель-лак. Сначала крашу в тонкий цвет, первый слой, не используя магнитный магнитик. Просто крашу в один слой, тоненько вот, и, соответственно, сушу. Сушу я всегда стараюсь сушить на 120 секунд, дабы гель-лак просыхал хорошо. Выставляю все пальчики ровненько, чтобы все попадали под свет. Если у вас не получается сразу сушить пять пальчиков, можно сушить четыре, и один большой палец можно сушивать отдельно. Соответственно, красить отдельно, сушить отдельно. Далее мы наносим второй слой, уже так, ну, не тонко намазывая, комфортно, скажем так, чтобы и не растекалося. И далее мы сушим, ой, не сушим, а подносим магнитик где-то секунд на 10-15, не прикасаясь к ногтю, на небольшом расстоянии. Получается вот такая вот красивая линия. Ее можно сделать прямой, наискосочек в одну сторону, в другую. Также есть магнитики, как вы знаете, с разными фигурными узорами. То есть у меня обычный стандартный. Я люблю просто стандартную линию красивую. Вот. Здесь я стараюсь сушить по одному пальчику. Крашу один палец, подношу магнитик, сушу 45 секунд. Кстати, да. Далее крашу второй, опять магнитик, и сушу 45 секунд, и так далее. Вот вы можете посмотреть номерочек этого гель-лака. Ссылочку я, наверное, оставлю в описании под видео. Мне цвет очень понравился. Он такой невероятно красивый, и вроде и яркий, и невызывающий, и какой-то манящий взгляд. И в сочетании с полоской вот этой магнитной кошачьей глаз, получается, ну, шикарный просто, девочки. Ну, всем рекомендую. Очень красиво получается. Очень. Далее мы, после того, как мы накрасили уже все ноготочки, все мы их просушили. Берем, естественно, топ. Как я и говорила, брать лучше для кошки, чтобы он был более как вот как аквариум, такой объемный, красивый. Необходимо брать именно глянцевый. Вот здесь я вам пытаюсь показать, как в лампе обычно цвет гель-лака немножко смотрится по-другому. Он, ну, бывает, меняет цвет кардинально. Особенно, кстати, после топа. Вот топ тоже заказывала в том же самом месте. Так, надеюсь, что я там не забуду, и все ссылочки вам оставлю. Вот, это, кстати, не реклама. Это, ну, просто я так от себя. Если кому будет интересно. Что обычно, если не напишешь, потом все спрашивают, и все равно приходится оставлять. Да, здесь я, значит, прокрашиваю каждый ноготочек аккуратненько, хорошим таким равномерным слоем. топовым гель-лаком и, соответственно, сушу. 120 секунд. Здесь цвет вообще практически синий становится в лампе. Вот. Иногда бывают прям неоновые, такие ядерные. То есть, вот если ты пойдешь на дискотеку, или где будут неоновые лампы, у тебя могут светиться ядовитым таким цветом от этих топов. Ну, интересно, конечно, что они добавляют гель-лак. Вот. Кстати, не забывайте нажать лайк, если вам понравилось это видео. Поделиться в комментариях своими любимыми цветами, своими любимыми, возможно, марками. Вот. Нажимайте подписаться на наш канал. У нас очень много разных видео. Они все разложены по плейлистам. Это будет вам очень удобно. То есть, есть рубрика рецепты, есть рубрика распаковки, видеообзоры, игры с детьми, рукоделие и так далее. Ну, и в конечном итоге мы снимаем липкий слой любыми жидкостями. Кстати, абсолютно не обязательно покупать специальные жидкости. Это могут быть просто жидкость для снятия лака и даже самый обыкновенный спирт. Все что угодно. Мы смачиваем спонжик. Это может быть как ватные салфеточки, так и безворсовые салфеточки. Аккуратненько снимаем липкий слой. Далее мы можем обработать кутикулы маслом. Вот. Ну, очень красивый цвет. Не могу сказать, что камера передает богатство этого цвета. Я очень довольна. Мне очень понравилось. Цена была смешная. Вот. Очень круто. Переливается. Смотрите, как играет. Когда выходишь на улицу на солнышке, ну, играют вообще невероятно просто. Это я пыталась сделать фотосессию с гранатом. Вот. Варианты подбирала. Также, возможно, вот так было сделать. По-моему, неплохо получилось. Подписывайтесь, девчонки. Подписывайтесь. У нас много интересного. Каждый найдет для себя отличную рубрику. Желаю вам хорошего настроения, удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok